Скорее всего, пару слов про Гога. Все задаются вопросом, кто такой Гог. Есть такой пасук, когда происходит история с Нохом, который напился, и дальше его хам скопил, или я уж не знаю, что он с ним сделал. И дальше говорится, что Шем и Ефед взяли платье и накрыли его. Говорится так, Вайках Шем и Ефед, и взял Шем и Ефед, это семла, платье, Вайасиму Аль Шехем Шнеем, положили на плечо, Вайлху, Ахаронит, пошли задом, и так далее. И Раша задает вопрос, почему сказано в единственном числе Вайках Шем и Ефед? Казалось бы, должен сказать Вайкху, и отвечает, говорит, что потому что Шем выполнял заповедь, сильно хотел выполнить, а Ефед, поскольку, он ему помогал. За компанию. За компанию. И поэтому, в основном, Вайках Шем, по сути, да, поэтому сказано Вайках Шем и Ефед. Потому что Ефед был, ну, так, да, помогал, постолку, поскольку. И дальше он говорит, что за то, что они несли это вот покрывало, да, это платье, покрытие некое, Шем, за то, что он хорошо исполнял эту заповедь, удостоился заповедь Цицит, да, то есть Талит, покрывало некое, да. А Ефед удостоился тоже своеобразного покрытия. Он удостоился быть похороненными, его сыновья удостоились быть похороненными в земле Израиля. Похороны тоже тип покрытия, да, и поэтому, так сказать, он приводит это. И он цитирует здесь пасук, в котором говорится про то, что Гог найдет свою могилу здесь, в земле Израиля, да, то есть у него почетная, так сказать, его похоронят здесь. Вот, то есть, иными словами, Раши, прямой Раши, там объясняют, что Гог – это потомок Ефета, да. Ну, собственно, это на самом деле не новость, можно почитать, как бы там написано, кто из кого происходит, да. Вопрос, кто Ефет. Вопрос, кто Ефет. Кто Ефет. Греки, естественно. Кто у нас является духовным потомком Греции? Россия. Как ты решил? Россия. Они именно после того, как Византия разрушилась, они полностью взяли преемственность всего. Православие. И вот этот Третий Рим и другого не плать, это язык, въевшийся в Минкарную память. То есть Греция, Византия, православие. И Виленский Гаун говорил, как известно, да, что когда русские корабли пройдут в баспорт Дарданелла, тогда можно одевать прожженные одежды, встречать в Машеху, да, после того, как Россия захватит Крым. Окей, но это дело в том, что это все уже происходит. Это все спекуляции. Вот это спекуляции, да? Но... Миш, это не спекуляции. Это не спекуляции. Это, видимо, происходит, просто мы не можем это уловить. Потому что все это происходит, оно как бы растянуто во времени. Да. Да. И корабли уже проходили, да. И это все это, повторяем, еще раз, еще раз. Это одно и то же... И Крым захватывали уже. Крым уже захватывали, во времена Виленского Гавана. Там существуют события, а это события, оно как бы растянуто во времени. И здесь кусочек, здесь кусочек, здесь кусочек. Последнюю цитату я вам читаю, и все. Последнюю цитату я вам читаю. Значит, перед шаббатом читается следующий отрывок из Зога. Говорится, подобно тому, как они... А внизу написано 6 сферот. То есть, это страна Адама. Подобно, как они объединяются в высшем мире, так и она, то есть Малхут, становится целостной в мире низшим, достигая скрытого единства, чтобы затем, поднявшись в высший мир, она объединилась с ними. То есть, с этими вот, с первой стороны, тоже сверху, да. Едино с единым. Всевышний благословен Он, чье единство проявляется в высшем мире, не нисходит на престол славы Его, до тех пор, пока тот, то есть престол, не становится единым, подобно Ему, чтобы объединилась единая с единым. Так объясняем мы тайный смысл выражения. Господь будет признан всеми народами, единым Богом, и лишь Его имя будет у всех монастах. Да? Ашема хадушма хадушма хадушма. Да? О чем тут речь? Схема, я сейчас говорю, да? Говорится так. Есть Творец, есть Творение. Творец должен объединиться. Говорит, что там какая-то тайна объединения Творца есть. И Творение тоже должно объединиться, да? То есть, иными словами, Духовный мир должен объединиться, и Материальный мир должен объединиться. Вот что и такое. То есть, я пытаюсь сказать, что вот эти два, две части народа, да, если мы проецируем эту картинку на более низший уровень, да, на уровне народа, и в нем есть Юсеф и есть братья, да, то одни должны объединиться, другие должны объединиться, и только после этого возможно их объединение друг с другом. Понимаете? Вот, вот, вот так это произойдет, да? То есть, что тебе понятно? Вот на данном этапе тебе так все понятно?